Я приветствую всех телезрителей в эфире телеканал НЕВС ТВ и я, его ведущий, Всеслав Солов. Сегодня мы с вами поговорим в пятой передаче нашего телеканала о некой энергетической песочнице. Представьте себе такой пример. Например, какая-то девушка поздно, очень поздно, вечером или же даже в начале ночи идет по незнакомому району к какому-то человеку в гости. Может быть даже не в гости, может она возвращается в гостиницу, ну в общем она идет и ей нужно пройти два квартала. Что в таких ситуациях подтягивается в сознании человека? В это время в сознании почти практически любого человека или даже на подсознании, если он не думает об этом, подтягиваются все возможные, читанные им когда-то в журналах, газетах, слышанные по радио, по телевидению от кого-то, от каких-то конкретных знакомых и незнакомых людей, всевозможные негативные ситуации, случаи в подобном варианте его прохода до объекта, до цели, куда ему нужно дойти. И в общем-то, вполне вероятно, что что-то может и материализоваться. Но там уже отдельные ситуации, их нужно детали рассматривать, в каких случаях материализуются, в каких не материализуются, нас сейчас это не очень волнует. Мы просто рассматриваем самое первоначальное прикосновение, чтобы у человека в сознании его или даже в области подсознания возникают все эти притяжки, которые способны материализовать негативное. Дело в том, что любой человек, находясь в такой ситуации, находится в своеобразной энергетической песочнице. Ведь ему же вспоминаются именно конкретные, какие он знает ситуации негативные сейчас, и на них-то он и опирается. И отсюда у него и может быть вот это вот состояние страха в области сознания, то есть прямой осознанности дневной, или же в области подсознания. А значит будут выделяться какие-то не очень, может быть, приятные, скорее всего так, гормоны там, ну и так далее, да? Которые будут разрушать организм, естественно. Так вот, почему это так? Ну потому что мы все индивидуальны, и у каждого вспоминается то, что он знает. А вот если этому же человеку поменять опорные точки, не те, которые сейчас вот просто спонтанно сами всплыли негативные, что он опирается на какие-то газеты, журналы, которые повествовали вот конкретные ситуации в очень печальных исходах. А вот он идет, и вдруг, допустим, этот человек, то есть в данном случае девушка, думает о том, что вот в соседнем доме, который она сейчас проходит, там на третьем этаже живет некий там Геннадий Васильевич, он там чемпион мира по боксу. Стоит ему только крикнуть час, и все, он тут же вскочит, он спит там очень чутко. Она идет спокойно, опирается на этого человека. Дальше она понимает прекрасно, что вот там за углом она с детворой всегда еще в детстве играла, то есть она фантазирует, придумывает, естественно. Играла там какие-то игры, там прыгали, они там скакали, гонялись друг за другом. И там же за углом на первом этаже живет ее старый, очень старый, да, такой знакомый, то есть с детства имеется в виду знакомый, который тоже, если громче крикнуть, он выскочит прямо в окно, и, как говорится, всех тут на место поставит, он в милиции работает. То есть вот идет девушка и фантазирует вот такие опорные точки. Сами понимаете, когда у человека в сознании он опирается не на негатив, а на позитив, просто придуманный даже в ситуации, не будут материализовываться негативные, а только позитивные. Вы об этом просто даже не понимали раньше, или интуитивно понимали. Ну, кто-то, может, и слышал, но вот сейчас я вам конкретно говорю, что надо опираться даже на придуманные положительные варианты вокруг. Все оперепачкать собственным присутствием и присутствием защиты, защитников, ну и так далее и тому подобное. Понимаете? Вплоть до того, что за вами следят бесшумного вертолета, и в любую секунду могут приземлиться и, в общем-то, мечами огромными, да, всех замолотить, чтобы вас спасти. Это шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля правды. Во что поверите, то и сработает. Но лучше подтягивать вот именно другие опорные точки. Как вы думаете, на что это похоже? Человек, девушка, да, шла в одной песочнице. Ну, своеобразная песочница, так это энергетическая. Когда вот она всего боялась, когда вспоминались негативные прочтения книг, журналов, там, просмотры телевидения, радиовещания. И она на это все опиралась. Это было вот одно ожидание вокруг, да, и возможные материализации, и, скорее всего, негативные. А когда она опирается на даже придуманные вокруг опорные точки, которые являются защитой и силой ее духа, то, естественно, никто не посмеет уже материализоваться из плохого. И ничто не посмеет материализоваться из плохого. Очень важно, получается, поменяя энергетическую кормушку, но это действительно кормушка для нашей души, да, то есть опорные точки, песочница энергетическая. И уже человек совсем по-другому себя ощущает. Ну, смотрите, допустим, ребенок плохо себя ведет. Ну, это очень часто такое бывает. А почему он плохо себя ведет? Ну, потому что энергетическая кормушка, то есть песочница, которой он находит, кормушка для души имеется в виду, на что он опирается, значит, вот именно такая, что он себя плохо ведет. Ну, какая? Ну, он может опирается, например, некого Петьки из соседнего двора, который именно так себя ведет с родителями. Вот он сейчас опирается в своем сознании, так вот живет и развивается. И может даже всю жизнь будет опираться, и, естественно, вырастет оболтусом. Не исключено, что так именно. Вот. Еще на что-то опирается. Может опирается на обиду, которая вот была дадена ему от родителей. Ну, вот он опирается на разные неприятные какие-то вещи, и, естественно, он так себя и ведет сейчас. Вплоть до дебильного поведения. Значит, это забота работников школы, да, это забота, значит, работников детских садов, забота работников института, психологов, но прежде всего родителей забота, чтобы вот они четко просматривали, почему, да, почему ребенок себя так ведет. Самим трудно. Пойдите к психологу, объясните ситуацию. Он найдет опорные точки, какие нужно убрать, какие влияют на его поведение. То есть поменяет вам, предложит другой вариант энергетической песочницы, которую вы потихонечку через подставленные книги незаметно, через журналы, через какие-то слова, анекдоты даже может быть, какие-то программы телевизионные, радиопрограммы, какие-то поездки, какие-то рассказы, разговоры. Вы перестроите программу у ребенка, программу его опорных точек, и у него возникнет другая энергетическая песочница, вплоть до того, что он может куда-нибудь его вывезти в другое место, и может быть даже на постоянное местожительство в другое место. И такое бывает, требуется. То есть поменять нужно именно вот эту вот энергетическую песочницу, в которой находится человечек. Сами понимаете, что даже любые депрессии у человека возникают от того, что он находится в определенной энергетической песочнице, когда вот он не может выбраться без таблеток куда бы то ни было. Ну скажем, в гости идет, а уже у него полный карман таблеток, потому что он постоянно в каком-то нервозном состоянии доходит до ручки, даже вплоть до смертельной. Почему это все? Вплоть до самоубийств. А потому что человеку некому подсказать, даже тот же психиатр или кто там еще, психолог, к которому ходят, значит, он неграмотный, невоспитанный, не понимающий свою профессию человек, неподготовленный, да, не образованный. И не увидел вовремя, как вывести из энергетической песочницы этого человека, кроме как через таблетки, понимаете? То есть всевозможные приемы, если обработки сознания человека, надо поменять опорные точки, даже придумать их, что сосед на самом деле тебя очень любит, и он даже ревнует тебя к своим каким-то там друзьям, он тебя любит, и совершенно на тебя не обижен, и не хочет тебе дать вторец, извините, да, или там за косичку дернуть. То есть вот вплоть до фантазий, которые потом становятся реальными, вначале сфантазируя, а потом это станет реальностью. Понимаете? Очень важно быть правильной энергетической песочницей, когда человек верит в себя, да, он расставляет все и говорит, что вот некий там футболист, известнейший в мире Пеле, думает о нем, и он ему руку пожал, и он знает, что это вот сегодняшний футболист, который сейчас вот это представляет о Пеле, он тоже будет как Пеле, понимаете? Если человек так ставит себе задачу жизни в развитии, в своем, да, развиваться так, то, естественно, одна, другая, третья, десятая подобные опорные точки, даже сфантазированные, они помещают его совершенно в другой объем, в другое пространство энергетическое. Это и есть вот некая песочница по жизни, и человек становится кем-то. Понимаете? Очень важно вот это внутреннее положение, поддерживать положение в социуме. Даже на работе вы находитесь, вы на что-то опираетесь, и думаете, да вот какие-то там негодяи ваши коллеги, сотрудники там, или подчиненные, или же начальники, да, а на самом деле, на самом деле поменяете энергетическую песочницу, присутствие опорной точки для души, кормушку, да, для души, когда вы находитесь на работе, и к вам тут же изменятся все отношения. Ну, тут смешной пример, конечно, фантазия, скажем, ну, придуманная, что вы, оказывается, узнали, что вчера, ну, придумали и убедили себя в этом, и верите в это искренне, что вот вы являетесь родственником там, ну, какого-то там начальника, который является прямым начальником вашего начальника. Вы знаете, если вы даже так будете думать, это вас будет веять этой энергии, и этот начальник вдруг вас зауважает, и даже станет бояться. Я вам отвечаю, что это 100% окажется именно так, или вас даже повысят в должности и дадут другую зарплату, понимаете? Но надо поверить в это, даже фантазия может работать. Это очень важная подсказка многим, имейте это в виду. А ведь, в принципе, мы живем в мире иллюзии, понимаете, зачастую мы никогда в жизни не воспользуемся даже своими связями, а просто думаем, опираемся на эти связи и предполагаем, что вот они нам способны помочь. И за счет этого порой полжизни проходит у человека на ура, на большие достижения. Он готов эти полжизни. А потом вдруг случайно узнаешь, что это не так, что оказывается дядя Юра ему совершенно никогда и не думал помогать, то флаг падает у человека, самооценка снижается, крылья ангела и победителя тоже отрываются и ветром уносятся жизни далеко и прочь, то человек, естественно, тоже начинает жить по-другому. Поэтому верьте в себя, строите энергетические кормушки и главное действительно верить в них, понимаете? Хорошо, конечно, когда реальные факты есть, то есть конкретные вещи, но если их нет, придумайте их себе. Конечно, в ваших придумках, в вашей фантазии не доходите до дурдома, да? То есть не надо доходить до того, что вы настолько запридумаетесь, что уже начнете заговариваться и вас уже отправят в клинику психиатрическую. Вот до этого доходить не надо. Все должно быть в разумных пределах. То есть если вы что-то построили и придумали, то вот тогда время от времени контролируйте это, чтобы вы не оказались в каком-то месте жизни в такой ситуации, когда от вас потребуют конкретные дела или конкретных звонков к конкретным вашим опорным точкам, которые вы сфантазировали, а этого вы предоставить не сможете, то, естественно, вы будете выглядеть как обманщик, как минимум, или же как немножечко не в себе человек. Поэтому вот контролируйте этот процесс, все-таки вот чуть-чуть-чуть-то как бы подальше отойдя, совершенно хладнокровно, спокойно смотрите, что все-таки издалека вы понимаете, что на самом деле это фантазия, но здесь вот в конкретном теле, находясь, вы верите в нее искренне. Вот, конечно, детали вот все, как поверить, как отойти в фантазии, я сейчас не могу вам рассказать, я вас приглашаю на свои занятия, где мы изучаем абсолютно все, и эти детали, и многие другие. Но вот сейчас, сейчас вы услышали главное, что существует некая энергетическая песочница у каждого человека. Кто-то называет ее имиджем, кто-то называет ее социальным статусом, ну и так далее, и тому подобное. Кто-то называет ее верой какой-то, да, я не говорю, что плохой, а просто верой даже, обычной человеческой. Не обязательно религиозной. Так вот, я еще раз подчеркиваю, все это энергетические песочницы, научитесь ими манипулировать, и ваша жизнь станет управляемая от вашего лица. То есть вы сможете управлять своим счастьем, своими достижениями, своими благополучными моментами жизни, и вообще благополучием, и радостью, и здоровьем, и многим другим. Да-да, и здоровьем также. Мира и добра вам. Учитесь правильно жить.